привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы будем вам рассказывать о экипировке то есть то что для яхтсмена очень важно в длинных переходах вы уже увидели у нас наши зеленые не промы мы их заказывали в киеве компания ордана спорт но так как многие очень сильно переживают о поводу рекламности материалов это не рекламный материал поэтому мы будем непредвзято относиться ко всему поговорим про стоимости про преимущества и главное про недостатки и наше мнение и наш вывод после того как мы прошли порядка 10 тысяч морских миль при совершенно разной погоде но так как вы понимаете что не промы очень редко одевают тогда когда погода хорошая то сейчас у нас идет некоторый диссонанс потому что вы видите солнце в такую погоду такая одежда очень редко используется но мы будем моделировать ситуацию поэтому представьте себе что погода действительно плохая несколько слов о удобстве использования и об экстерьере в чатных то есть куртках и штаны сидят очень удобно и в принципе у меня особых нареканий по поводу использования данной одежды нету вы можете посмотреть что вот так она выглядит сзади вот сбоку прямо и с другого боку то есть увидите что на куртке возможен брендинг то есть имя фамилия которая видно снаружи это очень удобно потому что очень часто когда у всех одинаковые не промы все валяются в куче там есть бирочка внутри это уже покажу который на которой можно подписать но намного удобнее когда вы берете куртку она лежит все-таки наружной частью наружу и вы можете увидеть чья она то есть и в принципе по удобству использования на лодке у меня особых нареканий нет за исключением маленьких маленьких деталей но к этому мы вернемся позже данный костюм делали мы на заказ то есть это не тот костюм который стоковый мы вы можете прийти и купить мы внесли порядка десяти изменений которые мы хотели получить в итоге то есть это изменение я по ним дальше пройдусь и детальнее покажу но это то что мы хотели бы изменить потому что по собственному опыту использования нам нужно немножечко больше чем то что нам могли предложить поэтому это еще раз подчеркиваю не стоковый костюм этот костюм нам шили практически месяц стоимость его получилось 490 американских долларов за полный не пром включая куртку и штаны а теперь давайте рассмотрим детали ну что давайте теперь снимать о штанах а сейчас вы видите штаны которые в этой компании называются салопетки то есть вот то как они сидят есть свои разработки типа в этих шлейчик но это не очень удачно получилось но об этом позже опять же сейчас преимущество то есть вот увидите как они сидят что нравится мне на коленях есть вставки и такая же вставка находится на заднице то есть это та часть которая наиболее часто трется о тик о сидушки обо что угодно опять же колени то есть вы можете на них упасть это все не является чем-то фатальным то есть нету жесткого удара по коленам то есть есть просто мягкая внутри вставка которая гасит удары то есть точно такая же вставка идет на жопе вначале немножечко жестковато пока она не примет форму но вы когда садитесь она чуть-чуть тянет из-за того что эта вся часть имеет достаточно жесткую прокладку но это очень удобно потому что не натирается копчик если вы долго сидите на одном месте так а сейчас друзья мы будем этот костюм одевать я вам расскажу как это делается так как вы постоянно находитесь в обуви и не промы вы одеваете очень часто тогда когда погода отвратительная а значит лодку уже начала заливать соответственно для того чтобы одеть костюм никто обувь не снимает кстати я вам показывал раньше это обувь топсайдеры полный отстой вообще даже не думайте его покупать потому что они стали такими скользкими даже пути q короче вообще полный отстой но это лирическое отступление то есть штанина вот вы может видите да она достаточно узкая и так как внутренняя часть она такая чуть-чуть ну как бы она не прорезиненная но все равно это современный материал то есть нога в ней не очень хорошо проходит то есть если вот сравнить допустим мои штаны компании мусто они чуть-чуть шире соответственно вы одеваете сапоги большие и кроссовки очень легко если у вас уже одеты на вас сапоги то одеть такой костюм будет вообще маловероятно потому что штанина сама достаточно узкая в диаметре вот вторая одеваются теперь как это все снимает то есть вы берете его стаскиваете сюда а потом пытаетесь этот кроссовок через пятку здесь каким-то мистическим образом стянуть потом она еще застарет где-то в середине короче это минус это мелочи потому что нога все-таки одевается но и в обуви но тем не менее это элемент дискомфорта если бы штанина была там на три-четыре сантиметра шире я думаю что этой проблемы вообще бы не возникло но тем не менее то есть в данном случае этот момент достаточно неудобен я вам только что показал как одеваются штаны давайте теперь рассмотрим детали о хорошем и о плохом поговорим одновременно здесь у нас есть карман и в кармане есть вот такая вот резиночка ее кстати можно сюда одеть большие наколенники это будет также удобно далее вот этот материал он такой достаточно крепкий это против того чтобы он там скользил протирался липучка если мы хотим широкую штанину это происходит так если нам нужно закрепиться это так но это лучше я вам покажу как это будет в живую далее карманы карманы все сделаны очень хорошо здесь есть клапан вот вы видите этот клапан подворачивается и две липучки то есть есть шанс того что в карманы ничего не попадет то есть внизу кармана есть маленькое дренажное отверстие для того что если там уже по каким-то какому-то мистическому образу собралась вода для того чтобы был дренаж через вот такую маленькую щель я не думаю что туда что-то попадет но все равно телефоны лучше держать каких-то непромокаемых чехлах далее внутри те части которые должны дышать сетка и также сейчас открыть и здесь вы увидите вот эту же резинку пенку которая помогает не сидеть постоянно на твердом регулятор талии кстати очень неудобен но я вам когда детали буду показывать на себе расскажу почему ну и наверное все то есть внутри все швы вы видите проклеены но это все не промыть так делаются но этот уже прошел 10000 нормально чуть-чуть открывается но в принципе все швы герметичны все швы прострочены то есть ничего фатального никаких фатальных изменений в данном случае не произошло то есть на спине брендинг это кстати светоотражающий материал то есть он будет рефлексировать и его ночью хорошо видно он отражается по поводу изобретения вот такого вот крепления шлеек я вам тоже покажу когда я его буду одевать на себя но это было epic fail просто фатально просто фатально то есть очень все в этом плане получилось нехорошо ну и замок замок большой замок мощный фирмы лайкейкей то есть открывается с двух сторон ну и клапан но клапану мы еще вернемся то есть замок закрывается и есть такая липучка которая его тоже закрывает вот я вам уже показал по поводу поясничной регулировки время как регулировка талии и вот смотрите обычно когда мокро вам не нужно одевать полностью салопетки вы просто ходите там нужно стать где-то на колени там просто когда мокрая палуба и обычно поясной регулировки достаточно у вас висят штаны то есть вы его там застегиваете и все выходите и вот если я в этих штанах начинаю там вот ходить или что-то делать они у меня затянуты максимально вы видите они постоянно сползают то есть вам приходится постоянно их держать одетыми одетыми а если на улице жарко вам нужно просто чтобы не намокнуть то этот вариант уже увы не получать теперь касательно изменений которые мы внесли в этот костюм то есть я внес вот такой большой клапан потому что он был в два раза меньше изначально вот такой но для чего я это сделал для того чтобы когда вы вам нужно сходить туалет вам вот так вот просто вы разворачиваете и все и на этом у вас все получается в данном случае вот эта часть которая снизу держится она находится практически на уровне пояса то есть вам либо нужно двумя руками его каким-то образом заворачивать либо чтобы каким-то образом этот вопрос решать альтернативно но в данном случае использовать по прямому назначению не получается хотя если ее эту мембрану заправить замок то и застегнуть она получается дополнительный винд стоппер дополнительно греет поэтому использование ее смысл имеет это к нам гости соседние на лодке пришли использование ее смысл имеет но не в такой реализации как получилось вот в данном я вам показывал что используются замки фирмы вайки и кей вот здесь вот этот замочек используется какой-то другой фирмы какой-то левый в общем с чем сложно когда он застегивается видите он не застегивается так может быть это было изначально так продумано но думаю что все-таки нет то есть его можно застегнуть но это нужно там из ловчиться как-то его закрыть вот так она в теории получается но вы же понимаете что вы будете ходить все время с карманом который будет полный воды что в офшорном непроме такие технические недоразумения не могут быть потому что когда вас накрывает водой вы потом можете рассказывать сколько угодно что у вас там какие-то молнии не той системы или что-то угодно вы уже мокры вы уже в этом болоте будете находиться достаточно долго а теперь друзья я вам расскажу о самом большом недочете в этих штанах салопетках которые мы используем это вот эти части вот эти шлейки которые собственно и держит этот костюм я думаю что если бы просто взять и скопировать готовое решение у других компаний это было бы наверное правильно но в данном случае ребята решили изобрести что-то свое и наломали очень много дров которые вообще ставят под сомнение использование вот именно вот такого решения но давайте разберемся почему и как это все рассчитывалось я так понимаю вот так вот то есть есть хлястик эта часть открыта вы его наклеиваете с этой стороны и потом вставляете внутрь в карман и заклеивать то есть в целом идея нормальная но вот эта часть вот увидите в дают уголочек вот режет тело оставляя такие большие красные пятна потому что здесь вот вы видите есть еще липучка может быть она как-то я не знаю как-то она внутрь там заправляется или что-то еще короче это типа ее мягкая часть но на углах она такая острая все тело потом просто порезана в клочках просто вот реально кровь течет поэтому вот эта часть epic fail то есть что мы делаем вот это внутреннее мы просто его вот так вот каким-то образом туда заворачиваем заправляем сам хлястик и вот эту часть также вот его как-то вот так вот то есть в общем это нехорошо ребята то есть эта проблема которая в этих штанах в этих салопетках реально не дает нормально селить а теперь мы будем рассказывать о куртке куртки используются абсолютно нормальная фурнитура то есть вот лайкайкей застегивается она удобно и легко единственное что мне непонятно почему вот здесь этот идет загиб и когда он сюда вот заворачивается вы видите то зачем он нужен то есть может быть нужно было сделать вот это просто клапаном или больше и чтобы она заворачивалась я не знаю но в принципе в этом смысла нету и еще что мы заметили при очень плохой погоде когда очень сильный ветер там 60 и выше летит вода летит пена вы все стоите в болоте через вот эту вот часть на груди продавливается вода я не понимаю как может она там через затекает через лицо я не знаю но на груди вот такое вот большое пятно постоянно находится но это при очень плохой погоде то есть далее ладно возвращаемся кармашки на в руках кармашки на куртке все карманы с клапаном защищают от воды кармашки вот вот эти которые замочками здесь уже окислились но я надеюсь что жить будут светоотражающие элементы что из прикольного внутри куртки внутри рукава есть второй рукав то есть вы и он прорезиненный с неопреном то есть вы его заворачиваете одеваете внутреннюю часть одеваете сверху перчатку затем опускаете рукав и заворачиваете рукав то есть в теории вода туда проникать не должна но на самом деле в любом с костюме проник проникает то есть я сколько ходил в разных костюмах полностью воду нельзя закрыть чтобы туда не набиралась если вы его так стоите она туда все равно в любом случае попадать то есть это данном случае не минус это просто костюмы вот такая физиология у человека то есть на в любом случае хоть по чуть-чуть но туда просачивается там в течение дня в течение двух дней эта часть нравится далее карманы все удобно вот это снизу непонятный хлястик ржавеет далее на куртке в тех местах где вот там где папа и вы сидите на сидушке есть дополнительная защита то есть просто от истирания напоминаю что куртка это четырехслойная мембрана то есть это куртка сделанная для офшора то есть для жесткого офшора если скажем у компании must они используют гортекс который кстати рассыпается потом со времени то здесь используется немецкая четырехслойная мембрана лично для меня это преимущество потому что вес и размер куртки в сложенном виде в два раза меньше полный комбез не знаю килограмма наверное тут до двух точно весит если вы берете мусто но тяжеленная потому что гортексная мембрана она такая как резиновая она очень тяжелая эта куртка она сворачивается в такой вот маленькую сумочку и когда его ее берете в руки и носите это совершенно не тяжелая одежда она в носке в этом плане очень удобно и теперь давайте рассмотрим воротник вот эту вот часть это наше дополнение куртки то есть она была здесь такая маленькая попросил сделать этот клапан больше я думаю что вода которая просачивается она просачивается вот где-то в этом месте потому что здесь получается такой залом вот о котором дина вам потом расскажет это тот залом который через себя пропускает воду я думаю что это там теперь сзади есть вот такая вот штука когда мы его первый раз вот это вот увидели на морде я сказал что мы его потеряем при первом же выходе в море но оказалось как ни странно как ни странно эта штука абсолютно нормальная то есть ее можно прилепить впереди а можно прилепить сзади причем она сделана так что лепится она совершенно нормально вам не нужно точно знать то есть там плюс-минус полметра не играет никакой роли далее воротник разворачивается из него получается капюшон капюшон имеет все регулировки вы можете его подтянуть можно сделать его выше ниже то есть капюшон очень удобно если даже заливает его можно сделать себе такую амбразуру через нее будет видно все дальше выберем дает намордничек и лепим его наверх к капюшона то есть этот намордник как ни странно сделан удобно хотя скажем в мусто например он просто болтается с одной стороны его сзади можно прицепить либо на одну сторону либо на другую здесь его просто прилепил куда угодно и он нормально абсолютно функционирует несмотря ни на что так далее я вам сейчас покажу как куртка сделано изнутри куртки у меня практически нету никаких претензий то есть то что мне нравится она полностью отвечают всем требованиям то есть есть брендинг светоотражающая ткань здесь есть на попе усилитель который защищает когда вы сидите на локтях сзади тоже усилитель много светоотражающих элементов на капюшоне на куртке если вы выпадаете за борт есть шанс что у вас лучом прожектором можно будет найти нормально ну и карманы все с клапаном это я уже повторюсь ну и все швы все швы естественно проклеены то есть они абсолютно герметичные несмотря на то что мы уже прошли в этих комбезах 10000 миль они достаточно хорошо достаточно выполнены качественно никаких проблем именно конструктивных у них нету за этот период времени то есть за аналогичный период другие костюмы у меня уже начали разваливаться потихоньку то есть в этом плане материалы крепкие сделано хорошо ну за исключением некоторых элементов далее вот эти вот грибочки которые регулируют талию и регулируют низ они находятся сбоку на уровне ноги в муста это было просто катастрофа они сделали вот здесь вот в районе пояса вы когда лежите они постоянно вам давят сюда и бывают такие синяки срезал выбросил здесь они сделаны так что они находятся на ноге и совершенно не мешают это удобно у кого радио вечер мое мнение такое что он не очень подходит для у кого радио то есть я попробовал воткнуть но это должно быть очень маленькая радио обычно морские радио достаточно большие они за просто не помещаются то есть что я использую это у меня есть аварийный с это если я выпадаю за борт он начинает пилинговать на мою лодку о том что где я нахожусь вот я его беру и когда жесткие условия он закрывается с двух сторон и надежно держится и он здесь не мешает он даже не мешает спарту то есть в целом карман удобно и отлепить и снять это тоже на мой взгляд очень удобно а далее о преимуществах и недостатках данного не промо вам расскажет дина потому что мой взгляд он субъективно мой то есть он и хоть и основывается на определенном опыте но тем не менее какие-то элементы которые для меня удобные могут быть для дины неудобные и наоборот то есть у каждой вещи есть свои недостатки и преимущества и желательно если мы вам будем рассказывать о разных углах и разных точках зрения на один и тот же продукт диночка короче серёжа уже сделал обзор костюма наших новых но я думаю что я добавлю пару слов от себя мой немножко отличается от сережиного это женская версия с меня снимали вверх мерки тоже куртка в принципе я довольна у меня к ней претензий нету кроме одной нужно обязательно носить что-то с плотным горлом иначе молния когда в застегнутом состоянии она очень сильно трет горло вот в этом месте она получается создается естественный залом это достаточно плотной конструкции очень сильно натирает горло то есть время приходится что-то такое одевать или или не носить полностью закрытой баф-баф обязательно без бафа в принципе никуда но вот если не одел и попытался застегнуть тут такой именно еще хотела сказать пару слов про солопетки это вот этот комбинезон он достаточно странной конструкции получился у меня еще слава богу потому что наверное я требовала экстра длинные штаны у серёжи я считаю очень короткие штаны потому что когда ты застёгиваешь их на сапогах они должны я считаю лежать в правильных местах то есть конец должен быть где-то на на подъеме у серёжи они получаются короче то есть я предпочитаю такой вариант как который как сноубордический когда у тебя крепко держится даже если ты сел даже если ты колени согнул они не настолько сильно короткие как они есть и но вот это первое а второе конечно то что серёжа уже озвучивал вот это вот странная реально конструкция здесь она вообще ну неправильно и неэргономичная не она трет но мы решаем эти вопросы каждый для себя как-то тут подворачивает но в принципе что она некрасивая и неудобная штаны нормально у меня все хорошо со штанами защищают друзья давайте подрезюмируем данный костюм то есть за куртку и штаны мы заплатили четыреста девяносто американских долларов за полный костюм качество исполнения дизайн нам нравится цвет мы выбрали такой самостоятельно мы такой хотели то есть вы можете выбрать там красный зеленый желтый там любое из наличия я не знаю ну вот мы захотели именно такой то есть костюм позиционируется как жесткий офшорный костюм с четырехслойной немецкой мембраной но я бы сказал так это хороший офшорный костюм для иншорного плавания то есть именно по недочетам с замком на штанах именно продавливание воды и какие-то вот такие мелочи которые ну я не могу сказать что он на сто процентов подходит для офшора но в целом если взять цена и качество здесь сочетание очень хорошее наверное я бы его рекомендовал именно вот для тех людей которым нужен костюм за адекватные деньги вот друзья мы вам и рассказали о костюме компании ордана спорт я думаю что данный материал для вас будет очень полезен потому что вы сможете больше понимать основываясь на нашем опыте и понимать куда нужно тратить деньги и покупать или не покупать тот или иной вид продукции оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал до встречи в море пока а